31 марта в Резакне состоялся шестой конгресс Латгальской партии, в рядах которой сегодня состоят более 400 человек. Сегодня эта политическая организация представлена в более 16 самоуправлениях региона, 7 из которых возглавляют ее лидеры. В своем обращении к конгрессу председатель партии Янис Лачплесис подчеркнул, что в апреле 1917 года в Резакне состоялся первый Латгальский конгресс, на котором было принято историческое решение. Латгалия вошла в состав Латвии. Тогда делегаты съезда голосовали за лучшую жизнь, за развитие и процветание своего края. Но если бы у них была возможность заглянуть в будущее и узнать, что ожидает Латгалью спустя 100 лет, были бы они этому рады? Они открывали сельские школы, а сейчас школы закрываются. Они хотели дать землю латгальцам, а мы видим, как ее скупают иностранные компании. Они мечтали, чтобы латгальцы не батрачили в других краях Латвии, а теперь латгальцы батрачат в других странах. Латгалья – равноправная часть Латвии, только почему-то именно у нас самая высокая безработица, самые маленькие зарплаты и пенсии. Я еще не встречал человека, который сказал бы, что латгальцы менее трудолюбивы, чем другие, или что у нас мало талантливых и образованных людей. Значит, в стране нет разумной региональной политики. Кстати, это признал и президент Вейюнис во время своего очередного визита в Даугавилс. Тем не менее, делегаты Конгресса отметили, что в последние несколько лет отношение к Латгалии меняется. Наконец-то государство стало оказывать поддержку нашему региону, в том числе в рамках государственной латгальской программы. Более 20 лет в Сейме интересы Латгалии представляли 15 депутатов. Семеро из них работали в позиции, восемь – в оппозиции. И, к сожалению, в прошлом году большинство из них голосовали против принятия государственного бюджета. А это значит и против тех предложений и проектов, в которых нуждается Латгаля. Но благодаря отдельным депутатам Анрису Матысу, Янису Клаужу, Янису Труповниксу, Дзинтерсу Закису, Инессе Лайзена и экс-депутату Сейма Енини Курсите, мы смогли дать зеленый свет латгальской программе и продолжить ее реализацию. Хотя не всем это нравится. Что такое латгальская программа? Это сотни километров реконструированных дорог и не только республиканского значения. Это улучшение дорожной инфраструктуры села, это ремонт школ и детских садов, поддержка медицинской отрасли в регионе, а также открытие латгальской специальной экономической зоны. Сделано очень многое. Приведение в порядок дорожной инфраструктуры, отдельное за это спасибо экс-министру сообщения Анрису Матысу, были поддержаны и многие другие наши проекты. Один из них – это создание латгальской СЭС. И я надеюсь, что в последующие четыре года мы сделаем еще больше, чтобы способствовать улучшению качества жизни жителей нашего региона и, в частности, Дагуфпилского края. В ближайшие годы в рамках латгальской программы предстоит освоить еще 52 миллиона евро. И это тоже результат работы с правительством и министерствами.